В каких сферах жизни ислам особенно полезен? Ищите ответ на shakir.com. Ссылка в описании. Они забыли Аллаха. Они отнеслись с пренебрежением к Аллаху, и Аллах заставил их забыть самих себя. Аллаху Акбар. Вы прослушали этот аят внимательно? Аллах говорит о тех, кто забыл, о знамениях Аллаха. Аллах игнорирует тех, кто забыл и проигнорировал Аллаха, их создателя, и обратился к другим существам, которые стали объектами их внимания. Они обратились к другим существам, которые стали для них самым важным. Они обратились, тянутся, устремились к другим созданиям вместо Аллаха. Аллах говорит, что они забыли Аллаха, отвлеклись от Аллаха на другие создания. Пока не случилось что? Пока Аллах не заставил их забыть даже, кто они такие. Он заставил их забыть свою сущность, идентичность. Он заставил их забыть, кто вы такие, какова ваша цель и куда вы движетесь. Они забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть самих себя. И это вполне разумно. Это нормальное явление. Это является следствием того действия. Эффектом от того действия. Мы предпочли забыть Аллаха, поэтому результатом этого естественно является то, что человек забывает даже, кем он сам является. Когда вы забываете, кто вы такой, ваше сердце черствеет. Ваше сердце становится темным, и когда наши сердца темнеют, мы становимся несчастными. А когда мы становимся несчастными, мы хотим стать счастливыми. И поэтому, когда мы встречаем людей, что мы делаем? Мы действуем на показ. Играем на публику, занимаемся показухой. Мы переходим в состояние показухи. А это одна из форм лицемерия. Потому что, когда люди хотят найти счастье, и не могут этого сделать, они смотрят на другое, что принесет им счастье. И первое, что они ищут, это мирское, которое поможет им принести это счастье. И это удовлетворение. Иначе говоря, они чувствуют, что у них нет никаких ценностей. И этого можно достичь только через лицемерие. Эти люди поддаются на обман. Что еще происходит? Они перестают видеть суть происходящего. Они перестают слышать. Они начинают терять самих себя, погружаясь в употребление алкоголя. Большинство из тех известных людей, о которых мы с вами слышим, и, возможно, они нравятся многим из вас, вы видите их по телевизору и думаете, что они живут хорошей жизнью. А что же происходит с ними? В один день мы слышим, как кто-то из них кончает жизнь самоубийством. Мы слышим, как кто-то умирает от наркотиков, от алкоголя. Мы видим, как они всю ночь проводят в гулянках, а потом умирают. Мы думаем, что этот тип людей живет настоящей жизнью. Затем мы начинаем подражать им, думая, что именно от такой жизни приходит счастье. Что же на самом деле произошло с этими людьми, мусульманами или немусульманами? Они забыли себя. Мои братья и сестры в исламе. Дорогие братья и сестры в исламе. Если я хочу узнать, занимает ли Аллах важное место в моей жизни или нет, является ли он приоритетом в моей жизни, то в первую очередь начинает проявляться мое знание о самом себе. Знаю ли я, кто я такой? Этого никто не может знать, кроме Аллаха и меня. Ни отец, ни мать, ни моя сестра, ни мой брат, ни моя жена или мои друзья. Ни жена, ни дети, только я. Или же начинает проявляться то, что я о себе уже ничего не знаю. Чувствуете ли вы это? Иншалай, я надеюсь, что нет. Однако есть множество, большинство людей, забывших, кто они такие. Я приведу вам один простой пример. Человек говорит, я христианин. Я иудей, индуист и так далее. Вы спросите их, почему ты придерживаешься именно такой религии? И обычно люди отвечают, ну, потому что мои родители были на этой религии, и меня в ней воспитали. Как вы думаете, такой человек действительно знает, кем он является? Если я скажу вам, что я мусульманин только потому, что мои родители были мусульманами, знаю ли я, кто я такой? Знаю ли я, почему я мусульманин? Знаю ли я, что мне делать? А если я знаю, что делать, то верю ли я в то, что я делаю? Или же мои действия направлены на то, чтобы угодить моим родителям, на то, чтобы угодить моим друзьям, людям, которые смотрят на меня? Или это ради того, чтобы не противоречить своей культуре? Или же они направлены на то, чтобы угодить прихожанам в мечети, которые меня видят идущим туда? Или же я все это делаю на показ перед своей семьей? Первым признаком такого лицемерия является то, что когда я один, я веду себя иначе. Когда я остаюсь один, я смотрю на то, на что я не смотрю, когда я бываю на людях. Когда я один, я слушаю то, о чем люди и не догадываются, что я это слушаю. Когда я один, я счастлив, что никто не наблюдает за мной, потому что в первую очередь я хочу обратиться к тем делам, которые ненавистны Аллаху. Это один из многих видов страдания людей, которые не знают, кто они такие. Или же они думают, что они что-то представляют из себя. Но на самом деле они не такие. Они действуют на показ. Так что если вы спросите человека, почему ты считаешь себя мусульманином? Мне было бы интересно, сколько людей дадут правильный ответ, почему ты отрастил бороду? Зачем ты одеваешь хиджаб? Зачем ты молишься? Мне интересно, какие бы мы получили ответы на эти вопросы. Внешне мы можем увидеть, как люди будут давать, как это принято называть, политкорректные ответы. Такие ответы, которые должны были быть. Но кто я на самом деле? Соответствую ли я тому образу, какой я утвердил среди людей? Когда Аллах говорит, они забыли Аллаха, и Аллах заставил их забыть себя, то получается, что я больше не знаю, кто я такой. Внешне я выгляжу определенным образом, но внутренне я другой. Как мусульманину добиться дисциплины и порядка в жизни? Ищите ответ на shakirt.com Ссылка в описании.